Приветствую вас, смотрите, то что касается первого вопроса, здесь я полагаю вам нужно обращаться в расстегу эзотерики, там вам ответят. Но подумайте пожалуйста о том, для чего вы задаете этот вопрос. То есть подумайте о том, почему вы спрашиваете об этом, то есть ну вот, что именно вас волнует, да? То есть вот, ну допустим, допустим, да? Если вы считаете, что мужчина вам изменяет, да? Вот. То, ну наверное, 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 совершенно логично, что взаимодействовать с ним вообще не стоит, как минимум. Если вы чувствуете, что он вам изменяет, если у вас есть такие подозрения на этот счёт. Вот. С другой стороны, ситуация ведь может быть и такой, что у вас просто ревность. И если имеет место быть ревность, то это уже проблема скорее ваша, чем мужчины. Вот какое для вас имеет значение тот факт, что мужчина изменяет? Если даже, если даже он действительно вам изменяет, если даже он действительно изменяет, да? То, что нужно делать в этой ситуации? Что можно сделать в этой ситуации? А в этой ситуации можно сделать только одно. Либо принять тот факт, что мужчину что-то не устраивает. Ну вот, в ваших отношениях. Либо, либо, значит, да, и уйти от него. И уйти от него, от него. То есть просто, ну вы ему не подходите, да? Если вы, например, делаете всё, что в ваших силах, а, грубо говоря, он всё равно, да, изменяет. Значит, вы ему не подходите. И с этим поделать ничего нельзя. Значит, вы уходите, понимая, что вам не по пути. Либо, если уж ситуация складывается таким образом, что вы готовы, то можно попробовать дать ему то, что ему нужно. То есть можно попробовать, а, приглашить ему, ему то, что, то что он хочет, а, и то, что он пытается получить, а, значит, ну, из меня, из меня вам. Вот. Дальше, дальше. 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 Стоит ли оставаться с мужчиной, пишите вы, если он не меняется? На этот вопрос ответить, я думаю, вам можно так, следующим образом. А, понимаете, мужчина, мужчина, и не должен, не должен меняться, по большому счёту. То есть, мужчина, он такой вот, как он есть, да, и всё. Не очень понятно, почему вы хотите, чтобы он менялся. Хотите человека поменять. Вот. Для меня это не совсем понятно. То есть, да, вам неприятно, безусловно. что, как он себя ведёт, я понимаю. Но если это задевает вас, как-то, чем-то, то и уходить нужно вам. А если вы его любите, если вы его действительно любите, и готовы, там, сделать его счастливым, то сделайте это. Сделайте его счастливым. Уверен, что он в этом нуждается. Потому что, ну, знаете, от хорошей жизни вряд ли мужчина стал бы менять. Да и косяки, его косяки, по большому счёту, да, это отголоски его желаний, которые, вот, ну, которые могут, могут быть, если, или есть у него, понимаете? Вот. Поэтому, я думаю, поэтому я думаю, что исходить, исходить вам нужно всё-таки именно из этого, именно вот исходить. А что делать вы будете с этим, это уже большой вопрос. Что делать вы будете с этим, это уже вам, исключительно вам, и только вам решать. Вот. Стоит ли оставаться человеком, который, ну, там, как-то вот негативно, да, себя ведёт? Стоит ли оставаться? Ответ такой, значит, нет, не стоит, если вам вредит то, что он делает. То есть, вот, если вам вредит поведение человека, да, если вам, там, вредит то, что он делает, то оставаться ничего. Потому что, ничего хорошего из этого не будет. Ничего. Кроме того, что, ну, кроме только того, что вы будете испытывать какой-то, какой-то вот, знаете, негатив, раздражение будет копиться у вас и так далее. То есть, если вам, если вам этого хочется, если вы готовы к этому, да, вот, что это одно. Но, ну, мне кажется, кажется, что нет, мне кажется, что вы не готовы к этому, а значит, и делать подобных вещей не стоит. Вот так, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Обратите внимание на то, что у вас отсутствует в некоторой степени своя собственная позиция, да. То есть, вы спрашиваете, извинял ли вам мужчина, при этом сами вы как-то не готовы, не готовы к тому, чтобы самостоятельно принимать решение, да. То есть, вот, я думаю, что вам нужно, да, вне зависимости от того, изменял ли он вам или нет, продумывать свою модель дальнейшего поведения. И если вы не доверяете ему, да, то причины, причины этого недоверия, ну, нужно выяснять. Причины этого недоверия нужно выяснять, потому что недоверие есть, оно никуда не денется. Недоверие это проблема не мужчины, как это не парадоксально звучит. Недоверие это ваша проблема, это ваши сомнения в себе и это ваша зависимость от него, от мужчины. Я думаю, так, я думаю, так. То есть, доверие это проблема ваших личных границ. Понятно, да, о чем идет речь. Дальше, значит, были косяки с его стороны, спешите вы. Ну, а косяки, если они действительно были, именно, вот, косяки, их нужно изучать. Смотришь. То есть, что это за косяки, какие, какие это косяки, косяки, что они из себя представляют, да, эти косяки. Вот. И так далее. Задевают ли они, там, как-то вас задевают, не задевают, а задевают чем, чем. Понятно? Вот. Ну и для себя вам надо бы определить, а вот какие отношения для вас... Приемлемо. Вообще. То есть, вы считаете, что отношения можно построить, не доверяя? С точки зрения отношений, а, значит, можно, вот, с точки зрения отношений можно закрыть глаза на недоверие, например. Подумайте, подумайте, и, в общем, в зависимости от того, какой ответ придет вам, я думаю, что так и нужно будет вам двигаться дальше. На этом все. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.